Четыре спортсмена представят Россию на Мистер Олимпия 24, сын Арнольда Шварценеггера был замечен в компании известного тренера чемпионов Хани Рэмбада, Хантер Лабрадо примет участие в турнире Италия Про в сентябре 2024 года, Квинтон Эрия прекратил сотрудничество со своим тренером после шестого места на турнире в Нью-Йорке, Крис Бамстед рассказал об эффектах терапии стволовыми клетками, а Калум фон Могер поделился своими впечатлениями о съемках в фильме Мистер Олимпия и о планах на будущее. Вся информация будет в описании. Ну да хватит лирики, начинаем! Как минимум четыре спортсмена представят Россию на конкурсе Мистер Олимпия 24 года. Как вы, наверное, все прекрасно знаете, самое масштабное и престижное событие в мире бодибилдинга, турнир Мистер Олимпия 24, состоится с 10 по 13 октября в Лас-Вегасе. Квалификационный отбор на него начался 9 октября 2023 года и завершится 15 сентября 2024. А это значит, что у участников еще есть время пройти отбор и получить желанную квалификацию. В 2021 году спортсмены могли набрать баллы в течение сезона и претендовать на место в составе участников, финишировав даже в тройке лидеров какого-нибудь про-турнира, проходящего под эгидой АФББ. В декабре 2022 года организаторы объявили, что с 2023 года эта система будет упразднена и получить приглашение на Олимпию смогут только победители квалификационных профессиональных турниров. При этом автоматическую квалификацию по итогам Мистера Олимпия 2023 года получила тройка лидеров в каждой категории. В прошлом году новым чемпионом открытого дивизиона стал Дерек Лансфорд, который оттеснил прежнего чемпиона Хадди Чупана на второе место. Самсон Дауда стал бронзовым призером. Что касается российских атлетов, Оксана Гришина стала пятикратной чемпионкой Олимпии в категории фитнес и в 2024 году она также представит Россию на крупнейшем турнире АФББ. Да, многие могут сказать, что Оксана давно живет в США и представляет Америку, но я все-таки не соглашусь и буду считать, что она выступает за Россию. Надеюсь, что у Оксаны все будет в порядке и старые травмы не дадут о себе знать. Да, ходят слухи, что Гришина может пропустить Олимпию из-за проблем со здоровьем. Но, как говорится, поживем, увидим. Помимо нашей заслуженной чемпионки, которая автоматически допущена на Олимпию как победитель прошлогоднего турнира, путевки в Лас-Вегас по состоянию на начало июня 2024 года обеспечили себе еще как минимум три представителя России. Это Михаил Тимошин, выступающий в категории Classic Physique, одержавший победу на шоу Азия Гран-при Корея Classic Pro 24. Наталья Быстрова из дивизиона Women's Physique, взявшая путевку на Олимпию на турнире Optimum Classic. И прекрасная представительница категории фигур Кристина Боднарюк. Что ж, пожелаем нашим спортсменам удачи и, разумеется, будем следить за их успехами в Штатах. Друзья, небольшая пауза. Делаю я ее для того, чтобы посоветовать вам канал моего друга о мужском здоровье. Его зовут Александр Кузнецов, и он выпускает очень качественный контент о спортивной фармакологии, эндокринологии и андрологии, а также помогает в подготовке выступающим спортсменам. Если вы тренируетесь в зале, занимаетесь бодибилдингом, новичок вы или опытный атлет, на его канале вы найдете огромное количество полезной информации. Переходите по ссылкам в описании и в закрепленном комментарии. Ну а мы продолжаем выпуск. Сын Арнольда Шварценеггера замечен в компании известного тренера чемпионов Хани Рэмбада. Джозеф Баена, как вы знаете, является внебрачным сыном семикратного мистера Олимпия Арнольда Шварценеггера. Сейчас парню 26 лет. В 2019 году он окончил университет в Калифорнии, где изучал бизнес-менеджмент. В том же году он открыл собственный спортивный клуб «Джос Джим». Джозеф активно занимается бодибилдингом на уровне любителя и снимается в кино. Он принял участие в нескольких проектах и даже как-то появился в ремейке сцены из «Терминатора 2». На протяжении нескольких лет Баена тренируется в зале. Сын австрийского дуба явно разделяет страсть своего отца к бодибилдингу и работает над улучшением своего телосложения. Не так давно фитнес-модель Аксель Мартинес поделился видео с тренировкой Джозефа в тренажерном зале Young LA, которое проходило в присутствии, наверное, самого известного сегодня тренера в мире Хани Рэмбада. Человека, который готовит к турнирам Хади Чупана, Дерека Лансфорда, Криса Бамстеда и многих других. И у зрителей, увидевших этот ролик в сети, невольно возник вполне резонный вопрос. Не начал ли Хани Рэмбад серьезно готовить Джозефа Баену? Может быть, сын Арнольда собирается попробовать себя в роли соревнующегося бодибилдера? Да, Джозеф в свое время намекал на участие в соревнованиях по бодибилдингу в будущем, но на данный момент у него нет конкретных планов, однако это не значит, что он не работает над своей формой. Видно, что Баена тренируется без применения в фармакологии, но также заметно и то, что сын Арнольда унаследовал от него не только лучшие черты, неплохую генетику, но и страсть к бодибилдингу. Его тренировки регулярны, он набирает мышечную массу и следит за питанием. В общем, выглядит вполне себе неплохо. Баена уже брал консультации и проводил совместные тренировки с такими звездами бодибилдинга, как Роберт Робинсон и Майкл Херн. А также публиковал в социальных сетях фото и видео в тех же самых позах, в которых когда-то был запечатлен его знаменитый отец. По его заявлению, он никогда не видел необходимости использовать стероиды. В одном из интервью Джозеф выразил заинтересованность в участии в шоу по бодибилдингу, но на каком-нибудь местном невысоком уровне. Возможно, даже в Федерации натурального бодибилдинга. В общем, кто знает, возможно, поклонникам железного спорта и железного Арни в частности, скоро придется увидеть сына Шварценеггера в качестве соревнующегося спортсмена. А вот другой сын известного атлета Лила Брада Хантер выступает уже давно и на серьезном уровне. Недавно Хантер завершил межсезонье и теперь будет готовиться к следующим соревнованиям по бодибилдингу. В недавнем видео на Ютубе спортсмен рассказал, что 8 сентября он примет участие в турнире Италия Про 24 с целью получить квалификацию на Олимпию. В прошлом году бодибилдер одержал победу на шоу в Тампе. После этого он принял участие в турнире Техас Про, где занял второе место после Эндрю Джекеда. На сцене конкурса «Мистер Олимпия» 23 года Хантер продемонстрировал лучшую форму на сегодняшний день и занял шестую строчку турнирной таблицы. И вот на днях Лабрада сообщил, что примет участие в турнире в Италии, который состоится 8 сентября 24 года. «Определенно, пришло время рассказать, что я намерен делать в этом году. Я впервые поделюсь с вами своими планами. В этом году я собираюсь выступать в Италии на турнире Италия Про». Лабрада объяснил, что уже дважды выступал в Тампе и выигрывал там. Поскольку он никогда не выступал в Европе, это новый опыт и прекрасная мотивация. Хантер начинает 16-недельную подготовку к сентябрьским соревнованиям, а после этого до турнира «Мистер Олимпия» останется всего 4 недели. Атлет добавил, что, возможно, также он выступит с дебютом на шоу «Арнольд Классик» 25 года. Что касается его соперничества с Эндрю Джекедом, Лабрада заявил, что не избегает своего конкурента, а наоборот надеется увидеть его на сцене «Мистера Олимпия». Предположительно, Джекед попытается получить квалификацию на турнир на шоу «Техас Про», где он одержал победу и в прошлом году. На «Олимпии» 23 года Эндрю опередил Хантера на одну строчку, замкнув пятерку лидеров. До старта в Италии остается еще несколько месяцев, и фанаты с нетерпением ждут, какую форму выставит Хантер. Несомненно, ждем и мы. Квинтон Эрия прекратил сотрудничество со своим тренером после шестого места на турнире «Нью-Йорк Про». После того, как Квинтон Эрия занял шестое место на турнире в Нью-Йорке, он принял решение разорвать деловые отношения со своим тренером Мэттом Янсеном, подчеркнув, что основанием этого стало, что Эрия выглядел на сцене значительно хуже, чем два года назад. После сезона 22 года, когда Квинтон занял третье место на шоу «Тампа Про» и пятое на «Техас Про», многие предполагали, что использовав с умом продолжительное межсезонье, он сможет составить конкуренцию лидерам дивизиона. Поэтому Эрия взял перерыв на весь 23 год, чтобы нарастить качественную мышечную массу. Ожидание его возвращения усилилось в преддверии ежегодного турнира «Нью-Йорк Про» 24. И хотя многие считали Эрию одним из главных претендентов на золото, в конечном итоге он стал лишь шестым. Вместо прогресса зрители увидели далеко не самую лучшую форму Эрии. Квинтон назвал виновником своего регресса тренера Мэтта Янсена. И надо сказать, сам Янсен эту вину признал. «Я видел работу, которую Мэтт проделывал с некоторыми из своих спортсменов в межсезонье, и мне показалось, что именно этот парень, который мне поможет. И межсезонье было потрясающим. Все шло как надо. А если вы посмотрите фотографии или видео межсезонье, вы увидите, что я нарастил много массы. Все думали, что я буду сильнее в этом году, но это не битва за то, кто выглядит лучше или кто тяжелее в межсезонье. Это битва за то, кто выглядит лучше в день выступлений», – прокомментировал Квинтон. Вспоминая свое выступление на Нью-Йорк Про в 2024 году, он назвал его худшим результатом в своей карьере. Крис Бамстед в недавнем посте в социальных сетях сообщил, что снова проходит курс лечения стволовыми клетками. Напомню, Крис давно страдает от проблем с почками, и в конце 2023 года атлет даже ложился в больницу, где перенес инъекцию стволовых клеток прямо в почки. Несмотря на достаточно серьезный недуг, канадец добился невероятных высот в профессиональном бодибилдинге пять раз подряд, взяв Олимпию. А чтобы на протяжении всего времени сохранять свое здоровье, спортсмен принимал разные меры, включая терапию стволовыми клетками для регенерации почек. «У меня аутоиммунные заболевания, и стволовые клетки действительно хорошо уменьшают воспаление, а также очень полезны для иммунной системы. После того, как я посетил своего доктора в прошлом году, я отметил значительное улучшение моего здоровья», – сказал Крис. По словам Бамстеда, он перешел к лечению стволовыми клетками после того, как отпускаемые по рецепту лекарства перестали ему помогать. «Некоторое время назад, когда я был в Канаде, мне выписали несколько препаратов, которые не помогали решить ни одну из моих проблем. После того, как я нашел доктора Хана и узнал о стволовых клетках, я понял, что могу получить от этого метода гораздо больше пользы с, казалось бы, меньшим риском». Врач Бамстеда объяснил, что эта процедура поможет Крису не только во время его подготовки, но и после окончания карьеры, так как она нацелена на долгую перспективу. Когда Крис уйдет из бодибилдинга, что неизбежно произойдет, он останется здоровым. В этом помогут внутривенные стволовые клетки и экзосомы. Время покажет, поможет ли эта терапия Бамстеду в шестой раз завоевать золото на Олимпии. Многими уже подзабытый Калум Фан Могер поделился своими впечатлениями о съемках в фильме 2018 года «Больше», который в нашем прокате вышел под названием «Мистер Олимпия». В недавнем видео на ютубе Калум Фан Могер, сыгравший тогда молодого Арнольда Шварценеггера, встретился с четырехкратным мистером Олимпия Джейм Катлером в его подкасте, чтобы рассказать о том, каково ему было чувствовать себя в роли молодого Арнии, а также поведал о своем возвращении в фитнес-индустрию. Калум начал тренироваться со своим старшим братом в местном спортзале, куда они пробирались в нерабочее время. После нескольких лет тренировок он начал свою соревновательную карьеру в Федерации НАББА. В октябре 2014 года Калум переехал в Лос-Анджелес, где начал работать в магазине GNC. Он подписал контракт с журналом «Масл Девелопмент Мэгазин» в 2014 году и быстро получил прозвище «Арнольд 2.0», когда фанаты начали сравнивать его телосложение с телом Арнольда Шварценеггера. А в 2017 году фан Могеру выпала честь сыграть культового атлета современности, самого Арнольда. В своем интервью журналу «Мэнс Хеллз» Арнольд говорил тогда следующее. Калум отличный, талантливый парень. В бодибилдинге у него большое будущее, очень симметричное телосложение, хорошая внешность, помноженные на силу духа. Самое сложное в актерской игре – быть собой. Второе – не играть, а быть персонажем, погрузиться в него. Это два важнейших момента. Только так ты будешь правдоподобен и сможешь получить последующие роли. В роли молодого меня у него есть все шансы выбить себе неплохую нишу. Однако после успешного проекта карьера фан Могера пошла под откос. В ноябре 2017 года он порвал бицепс, поднимая штангу весом 140 кг в зале Голлс Джим вместе с Крисом Бамстедом. В апреле 2018 бодибилдер порвал квадрицепс во время занятия скалолазанием. И у него обнаружили тромб, в результате чего ему пришлось провести операцию. В 2020 году фан Могер вернулся к соревнованиям и выиграл профессиональную карту IFBB PRO после победы на Мистере Вселенной NPC в категории Classic Physique. Помимо этого он управлял компанией по производству пищевых добавок под названием Stanch, которую закрыл в 2021 году. В октябре того же года Калум вернулся в Австралию и открыл тренажерный зал, но вскоре и он закрылся. А 6 мая 2022 года фан Могер получил травмы, потребовавшие лечения в отделении интенсивной терапии после того, как выпрыгнул из окна своей квартиры в попытке покончить жизнь самоубийством. Врачи ввели его в медикаментозную кому и думали, что он никогда больше не сможет ходить, однако фан Могер полностью выздоровел. А 26 мая 2022 года Калум вновь вляпался в историю, когда был задержан полицией и обвинен в хранении тестостерона, каннабиса и метамфетамина. Получил от мирового судей штраф в размере 500 долларов и был вынужден пройти курс принудительного лечения. Сейчас фан Могер вернулся к нормальной жизни и поделился с Катлером своими мыслями о прошлом и о будущем. Оглядываясь назад, я вспоминаю тот разговор, который был у нас с тобой. Да, я был в другом мире, я потерялся. Думаю, в январе этого года я снова вернулся к полноценной жизни и тренировкам. Затем я начал стабильно питаться и набрал объем. Тогда я выглядел довольно худощавым, сейчас я набрал около 14 килограмм массы, сказал фан Могер. Сейчас Калум не верит, что сможет создать телосложение уровня мистер Олимпия, но подчеркнул, что тренажерный зал помог ему справиться со своими проблемами. Он признался, что из-за травм и психологических проблем потерял форму и это выбило его из кольи. Фан Могер знает, что никогда не сможет достичь прежней формы и ему потребовалось много времени, чтобы смириться с тем, что с ним произошло. Когда Калум решил вновь пойти в спортзал, речь шла не о том, чтобы выглядеть как мистер Олимпия, а о том, чтобы просто отвлечься. Наверняка тысячи бодибилдеров хотели бы сыграть Шварценеггера в фильме «Мистер Олимпия», но продюсерская компания в конечном итоге выбрала именно меня на эту роль. Продюсером картины был Стиф Джонс. Он тогда получил разрешение на экранизацию книги о Джо Вейдере и искал человека, похожего на Железного Арни. В итоге создатели картины вышли на меня. Я подумал, в каком-то смысле это то, для чего я был рожден. Лет за пять или шесть до этого люди смотрели на меня и говорили, что однажды ты сыграешь Арнольда в кино. И я его сыграл. Я вошел в историю, если хотите. Хотя фан Могеру не хватало актерского опыта, харизма и телосложения обеспечили Калуму эту роль. Я пошел к Стиву, сказал, что у меня нет актерского опыта. Я не актер, я тупой бодибилдер. Помню, как подъехал к его дому, у нас была встреча, ему понравилось мое телосложение, понравился мой внешний вид. Он спросил, смогу ли я сыграть. Я сказал, что смогу. Хотя фан Могер еще не сообщил, вернется ли он к соревнованиям по бодибилдингу, он, безусловно, намекнул на это. В мае 2024 года спортсмен выразил заинтересованность в возможном возвращении на сцену в одном из постов в социальных сетях. В середине апреля он принял участие в фитнес-выставке в Мельбурне. Короче, Калум пробует начать жизнь чистого листа, и пока у него вроде бы это получается. А на этом все, друзья. Если выпуск вам понравился, то поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч. И помните, бодибилдинг навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok